Так, продолжаю. Видео... Ну, в смысле, ту трансляцию я сохранил в IGTV. Запись по этому у нас будет. Напишите, как меня слышно, как видно. Мы продолжаем нашу трансляцию. Сейчас дождёмся Лену и продолжим. Я повторю вопрос, как рассчитаться с долгами. Ну, если коротко. Как рассчитываться с долгами, как рассчитываться с долгами, не сидеть при этом с голой задницей. Так. Так, Лена, приём. Да, хочу сразу ответить на этот вопрос, потому что вопрос очень классный и вопрос очень важный. 30%, 30% максимальная сумма, которую вы можете отдавать как долги. Не больше, потому что если вы отдаёте больше, у вас нет ни ресурса, ни возможности, ни энергии. То есть у вас нет базового фундамента для выживания. Поэтому 30% – это максимум, который вы можете отдавать на долги. Огонь. Так, и ещё раз. Задавайте вопросы, если вам интересно узнать наш опыт, как у нас работает, чего мы применяли. Так, у меня дальше вопросы по стратегическому видению жизни, но они, я думаю, связаны тоже по поводу бизнеса тоже. Два вопроса есть, эти вопросы можно связать в одну группу. У тебя, Лен, какие-то вопросы есть? Как перестать экономить деньги на себя, жалеть их на себя? И как проходит консультация у Елены? Это два отличных вопроса. Ну, мы так, советуемся сейчас в вашем присутствии. А вы что, ты ждёшь его, пока я отвечу? Да, ну, первый вопрос по поводу... Ещё раз повтори, пожалуйста, первый вопрос про деньги. Как перестать экономить деньги на себя и не жалеть их на себя? Вот это интересно. Я думаю, как это ответить проще, потому что мы с Димой проходили этот этап год. Лена не экономит, да, на себе уже, в принципе. Я считаю, что всё, что касается меня, это инвестиция. Вот в первую очередь поменяйте установку, что когда вы экономите на себе, то есть какие-то сферы могут быть. То есть, смотрите, давайте я вам расскажу свою смену, парадигмы смены своей установки. Я – это инвестиция. Чем более я ресурсная, туда идёт массаж, косметолог, волосы, покупки образовательных продуктов, обучение, чтение книг. Я – это самый прибыльный проект в моей жизни, в который я инвестирую. Если я готова растить, взращивать свой этот проект, то я, соответственно, в себя инвестирую. Я в себя инвестирую машинками. Сыну было шесть месяцев, я купила первую радиоуправляемую машинку. Как вы думаете, кому? Я рассматриваю себя как инвестиция. И чем более я счастлива, удовлетворена, довольна собой, кайфуя себя в зеркале, чем более я свечусь, тем больше у меня клиентов. Если вы унылая лужа. Унылая гусеничка. Гусеничка, гусеничка, если вы унылая гусеничка, с вами никто не хочет работать. Ну, как бы, да, то есть к вам приходят соответствующие клиенты, у вас, соответственно, отношения с противоположным полом. Ты же, Дима, понимаешь, что я подвисаю над выбором слова. Если вы счастливая гусеничка или счастливое солнышко, есть люди, к которым заходишь, и с ними тепло. С ними просто тепло, с ними кайфово. Ты смотришь их, там, не знаю, Инстаграм, ты смотришь на них в жизни, ты общаешься с ними, и ты понимаешь, господи, какие офигенные люди, и что вам хочется с ними общаться еще больше и больше. Вот если вы счастливое солнышко, счастливая гусеничка, то вы притягиваете соответствующих людей, соответствующих клиентов, соответствующие заказы, дающие ресурс, взаимообмен. Поэтому представьте себе, что вы, когда экономите на себе, вы получаете унылые заказики. А когда вы в себя инвестируете, начните с малого, начните с какого-нибудь вкусного чая, который вы купите домой, как инвестиция, с классных салфеток, с, вот, правду вам скажу, ребята, туалетный, хорошая туалетная бумага. Если хотите, я вам дам список литературы, что почитать, но классная посуда, классная туалетная бумага, салфетки, это фундаментальные вещи, которые, если вы хотите работать... Мне когда-то мой коуч много лет назад сказал, «Лена, хочешь обогатеть? Купи туалетную бумагу». Я говорю, господи, как это связано? Как вообще деньги, туалетная бумага? Ну, блин, работает. Вот, поэтому... Сейчас опять все ломанутся, просто покупать туалетную бумагу в супермаркете. Найдите самую дорогую, найдите самую кайфовую. Ну, если не самую, то это. Вот, и себя рассмотрите как инвестицию. Инвестицию самую прибыльную и самую долговременную. То есть сон – это инвестиция, маникюр – это инвестиция, образование – это инвестиция. Дима, может быть, как-то ты другого аспекта подскажешь? Да, я бы хотел здесь подчеркнуть, что важно начинать построение жизни, той, которой вам хочется, с малого. Ну, точнее, инвестировать в себя, начиная с маленьких шажочков. Ну, например, не стоит, я думаю, покупать машину, если у вас кеды в дырках. Лучше купите себе кеды вначале. Они вас гораздо больше порадуют, чем автомобиль, потому что всякий раз, когда вы будете в древних кедах, выходить из своего Мерседеса, вам будет грустно все равно. Поэтому лучше подтянуть все, все, подчеркиваю, максимум, что вас окружает, только начиная с малого. Пишите, не знаю, не карандашом, а огрызком, выкиньте его, купите себе хороший карандаш. Пишите стрёмной пластиковой ручкой, выкиньте, купите себе отличную ручку. Ну, не нужно покупать ручку за 40, если у вас зарплата 50. Купите себе за 2-3 тысячи. Классный инструмент, классную ручку. Если у вас наушники проводные, они у вас путаются постоянно, это вас бесит, но купите себе беспроводные. Не обязательно себе AirPods покупать в самой последней версии. Главное, чтобы они вас радовали. JBL есть хорошие. И это прям в каждом аспекте. Например, пьёте вы из кружки дома, а у неё краешек отколот. Выкиньте эту кружку, купите себе нормальную кружку. Я не знаю, вас дома отклеились обои. Подклейте обои, поменяйте. Я, кстати, у меня дома отклеились обои. Да, я постоянно подклеиваю. Что ещё? Ну, в общем, самых маленьких аспектов. Ежедневник старый. Потрепался купить себе правильную обложку. И старайтесь покупать сразу на очень качественные вещи. Ищите прям очень качественные вещи. Те, которые могут прослужить вам долго, чтобы они вас долго радовали. Конечно, может быть такое, что вещь вам надоест. Но надоела она вам. Поменяйте её на другую, чтобы она вас радовала. И по части, например, есть, например, вложение в физический, материальный предмет, то есть то, что вас окружает. Но это тоже не работает, если у вас дырки пробелок в здоровье. То есть если у вас по здоровью есть что-то, что требует внимания, тогда лучше в это повкладывать. Ну, например, зуб, если у вас болит, вы не будете рады от новых кроссовок. Правильно? Вот так это работает. То есть постепенно, по ступенькам. Если телу нужен массаж, поясница болит, спина болит, возьмите себе курс массажа. И курс массажа вам до хрена прям энергии даст. Больше, чем новая сумка, больше, чем новые кроссовки, если вам это реально сейчас знали. И даже если не можете позволить себе курс массажа, откройте бесплатный YouTube. Есть самомассаж, есть йога для поясницы, есть, в конце концов, мази, которые позволят вам как-то добавить себе подвижности. Но поймите, что вы – это самая дорогая и самая важная инвестиция в вашей жизни. Это вы, это продукт всей вашей жизнедеятельности. Поэтому, насколько вам хорошо, комфортно, если вы хотите в туалет, вы не можете думать о том, какой дизайн-проект или какое классное свидание устроить, или как, не знаю, порадовать. Если у вас не закрыты базовые, какие-то фундаментальные вещи, то вы не можете создавать и делать что-то более глобальное. Точно, да. То есть базовые психологические потребности, потом небольшое, материальное, потом уже можно увеличивать. Супер. Поехали дальше. Вопрос очень крутой, глубокий. Как сформировать стратегическое видение в вашей жизни? Вообще, очень круто, мне кажется, что человек уже такой вопрос задает? Сейчас мы на него, да, ответим. Лена, очень хочу. Да, я скажу никак. Я отвечу, вас расстрою никак, и тем более за один присест у вас это не получится. Но все мои курсы, они построены на том, что мы начинаем с формулирования стратегического видения в вашей жизни. Есть определенные технологии, технологии не расскажешь за один день, и смотрите, дело в том, что стратегическое видение у нас на 99-99% состоит из вынесенных в наше мировоззрение посредством глянцевых журналов, интернет-рекламы, телевизионной рекламы, обожаемой моими родителями Санта-Барбары и какой-то там плачущий ангел или что-то, дикий ангел какой-то был. И все эти вещи, они составили наше представление о том, куда нам идти и кем мы должны быть. И первое, с чего строится, как сформировать стратегическое видение в своей жизни. Первое, у меня на YouTube-канале, можете написать в директ, есть доступ к каким-то бесплатным программам, есть возможность медитации видения через 5 лет. То есть это появилось. Первое, у вас есть картинка на 5 лет. Второе, что вы делаете, потом вы прорабатываете, так выстроены курсы, прорабатываете, выбрасываете хлам из вашей головы. Обиды, установки, обвинения, разочарования, я это не смогу или я это смогу, но не я и так далее, мне это будет от этого больно. Весь хлам, который есть в голове, выкидываете посредством курса и потом снова возвращаетесь к стратегии. То есть к стратегии своей жизни, стратегическое видение. Поэтому стратегическое видение можно сформировать только первое, при наличии вашего большого внутреннего ресурса, при поддержке внешнего источника, чтобы человек мог сказать правда это неправда, правду вы говорите, неправду вы говорите. То есть я вам рекомендую делать это в компании или курса, или коуча. Это то, что стоит в принципе для всей вашей жизни, принесет огромную, огромную трансформацию. Это моя точка зрения. И вот немножко со стратегией мы будем работать, мы у нас встречаем в Новосибирске бизнес-завтраки и привык эфиры оттуда, мы будем работать, бесплатное мероприятие, мы будем работать со стратегией и со задачами по деятельности, по вашей. Ну то есть я считаю, что с целей надо, необходимо, важно, правильно начинать. Есть цель, стратегическая какая-то задача, какое-то удовольствие, и вы начинаете реализовывать. Метальная история. То есть это тот вопрос, про что я живу, о чем я живу, для чего я живу, куда я хочу прийти в своей жизни. Я, окей, я умираю, я, допустим, создала Apple, а счастлива я от того, что создала Apple, или я хотела создать что-то другое. Эта стратегия, это вообще очень объемная, грандиозная тема, которая, спасибо за вопрос, спасибо, правда, за вопрос, но он очень объемный и пожалуй, важный, один из самых важнейших, над которым я размышляю не один год. Супер. Дима. Очень такой объемный, глубокий ответ. В общем, как происходит в процессе нашего с Леной диалога? Лена рассказывает, она прям выковыривает очень много из глубины, то есть показывает причины, что на что влияет, а я дальше, у меня мозг просто очень классно умеет структурировать. То есть, например, если подытоживать этот вопрос, понять, как он схематически работает, тогда работает следующим образом. Когда у вас возникает желание выстроить видение своей собственной жизни, это круто. Это значит, что, во-первых, вы на правильном пути. Просто вы находитесь на первой некой итерации или на первом шаге. И то, что вы, например, себе представляете или визуализируете, на данный момент там еще очень много того, что не ваше. Не ваше, это значит, оно вас просто не зажигает. То есть, есть то, что ваше, есть то, что не ваше, но того, что ваше, там примерно процентов 5 или меньше. Это в самом начале, когда вы только заделись этим вопросом. А дальше ключевой вопрос состоит в том, как понять, что ваше, что не ваше. А что ваше, что не ваше, можно понять посредством чувствительности. То есть, как вы сами чувствуете, мое это или не мое, прет вас от этого или нет. Поэтому включаются инструменты, первое, это обратная связь от других людей. Например, когда вы говорите про то, что реально ваше и что вас реально прет, вам хочется, у вас тело начинает по-другому себя вести. Вы начинаете дергать ножками, ерзать на попе и всячески выражать то, что у вас прям переполняет энергией. Вы можете сами этого не замучать, но другие люди это могут заметить. И может быть такое, что когда вы говорите про цель, и у вас, которая цель не прет, у вас совершенно ноль по телесной реакции. То есть, вы сидите и уныло говорите про эту цель, глядя в какую-нибудь точку вдалеке. Вот, поэтому очень важна обратная связь, а дальше, чтобы повысить свою чувствительность по части «моё это или не моё», нужно еще разгрести огромный пласт наработанных привычек мышления, то бишь убеждений. Вот, здесь, по-моему, вскроются и социальные клише, и собственные какие-то наработки в плане убеждений, да, и собственная эмоциональная чувствительность раскроется по мере того, как вы начнете прорабатывать ваши эмоциональные зажимы, которые у вас сформировались в прошлом. В общем, вы научитесь лучше чувствовать себя, и вот когда вы этот процесс будете проходить, то есть уже понятно, что он как бы нифига не за раз делается, но когда вы будете над этим работать, у вас картинка того, что вы хотите от жизни, она будет просто проясняться, ну, как из тумана, ну, вот, и дальше вам будет гораздо понятнее, куда двигаться, и там дальше есть еще техника, как привлезти эту картинку, ну, то есть нужно начать улучшать свою жизнь в сторону этой картинки, начиная с маленьких вещей, не знаю, там, представляете вы себе то, что вы очень классно одеваетесь, там, на вас, там, какие-нибудь классные, там, не знаю, туфли, там, часы, и так далее, все в одном стиле, прикольно, и в этой картинке есть там какой-нибудь маленький чехольчик для EarPods, вот, и вы берете себе, покупаете этот чехольчик для EarPods, это будет, как бы, такой артефакт из вашей будущей картинки, и вы эту картинку приблизите таким образом, ну, это бонусом, в общем, я надеюсь, что вам схема понятна, если схема понятна, поставьте плюсик, если непонятно, задавайте вопрос, я так обычно беру своим студентам, так, давай посмотрим еще плюсики, 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 ждем, плюсики, плюсики ждем, да, если есть какие-то вопросы, задавайте, а, окей, ну да, потому что мы второй эфир начали, и есть еще вопрос, два вопроса по бизнесу, значит, сейчас зачитаю, первый вопрос, это как оставить бизнес ввиду невозможности управления им и заняться тем, что даст деньги, и второй вопрос, три самых важных совета для собственника компании, то есть первый, это на психологическом затыка, это на стратегии, наверное, с какого начнем, давай с первого, как оставить бизнес ввиду невозможности управления им и заняться тем, что даст деньги, тут прям перекликнулся, я вас расстроил, дорогая Анастасия, это не бизнес, то есть если, смотрите, как оставить бизнес ввиду невозможности управления им и заняться тем, что даст деньги, если вот что-то не дает денег, то это не бизнес, то есть это скорее всего может быть даже и нельзя продать, поэтому заниматься тем, что дает деньги, это тоже не бизнес, это может быть самозанятость, это может быть фриланс, это может быть что-то еще, и тут нужно корректировать, например, заняться тем, что даст деньги, проституция, найти мужчину, который будет обеспечивать, сдавать, не знаю, стекло, то есть, смотрите, очень некорректный, тем более я ее знаю, я ее знаю, как облупленную за последние там три-четыре года, Анастасия, которая задает этот вопрос, она мне прошла все курсы и не по разу, поэтому я прекрасно знаю человека, который тут задает вопрос, а поэтому я говорю со знанием дела, поэтому заняться тем, что даст деньги, в первую очередь, корректно формулировать любой из вопросов, когда вы научитесь четко ставить задачу, четко ставить вопрос, вы будете получать в Вселенной четкий вопрос, например, у вас было такое в жизни, у кого да, напишите да, когда вы задаете какой-то вопрос в своей голове, типа, как решить вот эту ситуацию, и раз, вы идете такие по дороге, и у вас просто билборд или фраза людей рядышком, и раз, такие, опа, и ответ вам пришел, так вот, у кого так было, напишите да, и это правильная постановка вопроса, она ведет, решает задачу, и зная Анастасию, отвечая ей на ее вопрос, либо учиться управлению, и делать из этого бизнес, и делать из этого то, что приносит деньги, а потом это продавать, либо просто заниматься тем, что ей нравится, и то, что может быть приносит деньги. Дима, может быть, у тебя есть какая-то другая точка зрения? Точка зрения такая же, то есть, переформулировать вопрос, например, как выгодно продать бизнес, или как сформировать классную проводительскую команду, которая будет меня вдохновлять и зарабатывать для меня там, энд денег. Окей. И дальше, следующий вопрос, это три самых важных совета для собственной компании. Мне нравится топ-7 вопросов, или топ-7 советов или рекомендаций, топ-3. Это просто собственник холдинга компаний, которая работает, у нее международный бизнес, огромный, поэтому она задает правильные вопросы. Дима, может быть, ты расскажешь? Мне надо выковыривать это с вами. Первое, я говорил на прошлом эфире, первое, это ценить и хвалить свою команду. Второе, четко ставить задачу. И третье, делегировать все, что можно делегировать. Классно. А если, да, я сейчас попросила Диму выручить меня, Дима меня выручил, спасибо большое. Вот, если посмотреть с точки зрения лайф-менеджмента и финансового роста, три самых важных совета для собственников компании. Отдыхать, видеть цель компании, большую, какую-то глобальную, зачем вы все это делаете, доносить эту цель до компании и, наверное, передавать знания сотрудникам. И в какой-то мере, в созидательной, в хорошей, как-то обучать своему мировоззрению, своим точкам, своему успеху. Вот, я, пожалуй, отвечу так. А с Диминами рекомендациями на 100% согласна, на 200% согласна, потому что, потому что это очень важно. Да. Обучать персонал абсолютно согласна. Можно еще приводить там. Абсолютно согласна, что важно. Ну, как раз эта собственница, это прекрасная девушка, которая владелец компании, у нас с ней начиналась работа с того, что она начинала высыпаться, отдыхать и медитировать. Все в классике. Если хотите научиться медитировать и отдыхать, приходите к корове. Высыпаться, медитировать и отдыхать, приходите к корове. А, еще и деньги зарабатывать больше. Супер. Так, ну что, у нас вопросы... А, был еще вопрос по поводу как записаться на консультацию. Это к тебе. Был вопрос еще по поводу моих курсов по поводу фриланса. Давай тогда попаясь. Да! Фриланс! Фриланс! Дима, фриланс! В общем, я расскажу сейчас эту историю. Я уже хрен его знает, как давно хочу запустить курс по фрилансу. Ключевая суть здесь это поделиться своим опытом и знаниями. В общем, сделать так, чтобы у человека получился результат в плане продаж. Ну, то есть, чтобы он прокачал навыки и чтобы у него прямо на курсе получился результат. Ну, короче, первые клиенты, которых он закроет заказы. И я такой, знаешь, свойственно своему мышлению, что мне нужно всю эту информацию из себя выгрести, потом еще у других спросить, потом это все брать, далее, потом я буду выражать этот курс, буду делать это полгода, и я хочу сразу запуск там, не знаю, на 100-500 тысяч человек. Сегодня с Леной общаемся, Лена такая, Дима, ты что опять это глобализируешь? Начни с малого. Я такой, блин, точно, я же, когда начинал свою школу в 2014 году, у меня первый курс стоил 2900 рублей, 2 недели, задачу абсолютно решил, и народ за это зашел. А потом я начал эволюционировать дальше. И по ходу, да, курс по продажам я просто сокращу, ой, курс по фрилансу я просто сокращу до курса по продажам, вот, и мы начнем, скорее всего, до 15-го числа, я просто, не знаю, сделаю, наверное, анонс такой, что вот у нас есть группа по продажам открывается, она стоит, стоит, и начнем с того, предоплату по 1000 рублей, Диме, потому что у вас будут самые-самые вкусные цены, тем, кто оставит предоплату, Дима предложит какие-то самые-самые вкусные цены, при том, что какую-какую плюшку вы сейчас обретете, тем, что Дима начнет сейчас уже, курс будет писаться под вас, то есть 70% курса готового, 30% курса будет дописываться под вас, ручками под ваши запросы, то есть у вас самые шоколадные условия, которые можно вообще придумать в жизни. Да, поэтому я вам предлагаю просить, Дима не знал про 1000 рублей, вообще ни слова про предоплату, но я вам предлагаю прям слезно попросить, чтобы Диме, Дима, возьми с нас денег, мы ждем этот курс, мы хотим, ну и во-вторых, Дима нуждается в вашей поддержке, увидев, что это точно нужно, я думаю, что он с таким азартом, азартом начнет это делать. Ладно, это я потом анонсирую, я не могу так вот сразу меня конкретно затык по этому поводу, в общем, ну окей, напишите, я не знаю, плюсики поставьте, кому интересно прокачаться продажа, как фрилансеру, вот, просто чтобы я видел, сколько вас тут, как бы народу-то немного смотрит, 24 человека, вот, если будет хотя бы, не знаю, 2-3 плюсика, тогда это уже имеет смысл обсуждать, вот, а потом посмотрим. вопросы, если есть какие-то, задавайте, страшно начать, знаю, что получится, но страшно делать первый шаг, ну да. 3 плюсика, Дима, Дима, 3 плюсика, а, все, 3 плюсика, все, надо начать. 4 плюсика. Понял. Что такое курс по фрилансу, тех, у кого свое дело, если вы занимаетесь продажами и весь сотрудником, если вы занимаетесь продажами прямыми какого-то, ну, своего продукта, продающими постами, то это все туда, у Димы на курсы, наверняка это будет, как продавать на переговорах, как собраться на переговоры, как их провести, как выстроить речь, презентацию себя и так далее, то есть это даже при том, что у вас свое дело, вас как раз это то, что вам будет давать ресурсы, даст структурные знания, Дима, ты будешь в компании кого-то вести? Да, я хотел бы с Николаем Галичихиным провести, человек, с которым я недавно познакомился, точнее, нет, я уже давно знаю, с начала года, вот, это бизнес-консультант по стратегии, у него много интересных, больших клиентов, и он очень классный продажник, он написал книгу по собственной методологии продаж, и я уверен, что у него есть прям чем поделиться, я его сейчас маленечко интегрирую в среду дизайна, вот, у него есть этичная компания продуктовая своя, он как бы так немножко в теме, но я как бы зашлифовываю, да, как свойственно любому перфекционизму, перфекционисту, в общем, я думаю так, там ключевая штука, это нужно просто сделать, чтобы вы не боялись общаться с клиентом, вот, и как я тренировался в продажах, да, там это был какой-то 2004-2005 год, начало моих приедет в продажах, рабочий инструмент это симуляции, то есть тренировки по продажам, да, то есть мы собираем, например, группу небольшую, например, 10 человек, да, и в группе 10 человек мы отрабатываем практически продаж, да, то есть вы, например, кто-то представляет себя клиентом, кто-то представляет себя дизайнером, и есть еще третья сторона, которая просто наблюдает и потом собирает информацию, дает обратную связь, и таким образом, если вы откатаете 10 таких встреч, да, друг на друге, тогда вам будет уже гораздо комфортнее общаться с клиентами, я раньше думал, что, ну, как бы общаться с клиентами, с заказчиками, это как бы нормально, само собой разумеющийся, да, вот думал до недавнего момента, да, год назад меня осенило, что не все люди так могут, потому что у меня это уже давно укоренилось в рамках привычки, потому что продажами я занимаюсь с 2004 года, и мне пришлось как бы разуть свои глаза, открыть свои глаза на то, что не все так умеют, собственно, могу вас провести по этой дорожке, но тренировать вообще легко, и скорее всего уже кто-то покажет результат уже на курсе, достаточно, я думаю, будет где-то трех недель, я вижу себе группу, вот прям базовую, собираем группу, недорогую, на коленке, и работаем чисто под ваши запросы, главное нам пройти, освоить процесс продажи, потому что нужно пройти определенные этапы, первое, как выстраивать доверие, потом, как выяснять потребности, да, и прям глубинные потребности, то есть есть поверхность, но есть глубина, как сформировать предложение таким образом, чтобы оно было релевантно потребностям, то есть решало задачу заказчика, как отработать возражения заказчика из торговой будут, да, и как усилить доверие к вам, и как закрыть заказчика в сделку, ну, это профессиональный сленг, закрыть в сделку, да, как сделать, чтобы заказчик с вами подписал договор и заплатил предоплату, и дальше еще что делать после того, как вы взяли предоплату, ну, то есть как выстроить свою работу на проект, ну, по части работы над проектом я бы мог эту историю провести, хотя уже, в принципе, многие, кто у меня на курсе было, знают, да, про дизайн процесс, вот, но погайдить я могу, а вот я бы вас пустил к Николаю поработать, он бы вас поднатаскал на продажку, что он прям по этому процессу. А сколько примерно по времени будет проходить курс? Ну, я говорил, что в районе трех недель стартовый курс, наверное, будет достаточно сделать, и там будет точно, как минимум, пять тем плюс практику. Пять тем, это по одной теме на весь процесс продаж, да, вот пять шагов я перечислил, и на практику, это пока десять встреч не сделает каждый человек внутри группы, мы не отвяжемся. Сколько стоят ваши курсы, будет ли туда включен фриланс? Ну, это, как сказать, это фриланс, да, то есть это ключевое, ключевой навык для фрилансера, продаж. А сколько стоит? С этого нужно начинать. Стоит, не знаю даже, ну, можно базовую что-нибудь сделать в районе там пять тысяч для самостоятельного обучения, ну, и здесь 15 для обучающихся, время с тренером. Вот как-то так. Я еще, ну, как бы, не знаю. Столбите место, столбите место, потому что Дима сейчас в это, еще пару консультаций с Леной Коровиной, и Дима, о, 30 делаем, 50. Столбите место по этим ценам. Ну, у меня нет сейчас задач зарабатывать с этого курса, и я понимаю, что мне важнее просто запустить рабочую модель, выработать рабочую модель. Рабочую, отработать модель и сделать результат для клиента. Да, да, да. Чтобы и эту модель потом масштабировать. То есть, чтобы на больших объемах потом у большинства был результат. Ну, то есть, я сделал у себя на интенсиве, да, находимость до конца, 81% в среднем, там, с 24 по 36 потоке я посчитал, вот, и 50% у меня сейчас стабильно в лучших работах в среднем. то есть, это работает. И эту историю я устраивал в 6 лет, ну, до текущих моментов. Ну, я понимаю, что с продажами эта история примерно такая же, только не на 6 лет, а за год ее можно сделать. Дима, подскажите, как выйти из застоя после курса? Смотря из какого застоя, смотря, что нужно. Нужно опять правильно сформулировать. Так, у меня наушники включаются. Слышно меня? Да. Чуть громче. Мне понравилось справлялировать вопрос, как начать зарабатывать на навыках, на приобретенных навыках. И сколько? Выходите в месяц. Вот так. Ну, если запросы касаются. Застоя финансового или эмоционального? Давайте уточним. Да, и, кстати, тоже уточним. Следующий вопрос. Скажите, как книга называется по продажам? Книга называется, собственно, за ней я и бегала, тут гремела. Книга называется Good Drink Николай Галифихин. Алгоритм эффективных продаж. Это практикум пособия, в котором которое состоит из таблицы упражнений, которые вы точно выполняя, почитая, выполняете задания, отмечаете их и, в принципе, разбираете свои задачи по продажам и свои решения. Очень классная структура книги с точки зрения того, что она дает вам возможность это практическое руководство по продажам. Вот. У меня много есть. Поэтому вот так вот. Так, и последний вопрос. Елена, как проходят ваши консультации? Как проходят ваши консультации? Когда вы ко мне приходите, у нас сегодня после эфира будет такая возможность, что ко мне можно будет, если вы у меня еще не были, ко мне можно будет прийти на консультацию за 5000 рублей, мы работаем с вашим запросом. Что туда входит? То есть вы приходите, говорите, я хочу то вот это вот. Например, измените эмоциональное состояние, увеличится в деньгах из точки А, там, допустим, 30 тысяч перейти в 150. Мы с вами рисуем дорожку, разбираем препятствия, разбираем камешки, которые есть на пути препятствия, находим личную, персональную для вас схему работы с этими препятствиями и, соответственно, прописываем стратегию выхода из точки А переход в точку Б. То есть так проходят консультации. Дима, может быть, что-то ты подскажешь, как у меня проходят консультации? Глубоко. Лена очень хорошо чувствует людей. Лена очень хорошо чувствует людей. И она ведет человека, который пришел к ней на консультацию и работает с ней дальше. Ведет в каком смысле. И она понимает, в каком направлении двигаться с минимальными ресурсами затратами. короче, какой путь самый простой, эффективный? как бы она как за руку ведет, что ли. Такая история была у меня с Леной и каждую консультацию. У меня у нас, например, консультация может начинаться одним вопросом, но мы объясняем, что причин вообще в другом. И она как бы связана с этим вопросом, но она через 10 шагов связана. И очень круто, что Лена сильно классно умеет докапываться до причин. Так, меня плохо слышно, потому что у меня отключился микрофон. Я предлагаю уже закругляться, приходим, потому что мы ответили на все вопросы сегодня, рассказали про то, чем мы занимаемся. И если вам будут интересны эфиры еще наши совместные, тогда напишите, на какие темы вы бы хотели с нами пообщаться. можно сделать сейчас в комментариях и дайте пожалуйста обратную связь. Что было полезного для вас в этой трансляции, что вы классного для себя вынесли, нам с Леной будет очень интересно вас прочитать. Вот прямо сейчас напишите инсайты и я благодарю каждого из вас за то, что вы были участием в этой трансляции, я благодарю каждому, кто смотрит эту трансляцию в записи. Лена, я тебе искренне благодарю за совместное проведение эфира, у нас уже второй опыт, проводили на вишней модели, люди писали, что им очень классно зашло, я бы еще бы повторил. Мне тоже с тобой понравилось очень сильно. Пожалуйста, ваши инсайты, что было ценно, что понравилось и благодарю вас за ваши комментарии, благодарности. Мне к вам просьба, дорогие мои, мы все строим наши взаимоотношения на взаимообмене и для нас с Дмитрием будет взаимообмен, сделайте скриншоты, выложите в сторис, отметив нас с Димой, что со ссылочкой на классный эфир, и этот эфир посмотрят еще больше людей, еще больше людей и узнают какие-то инсайты для себя, и для нас очень важно нести какое-то просветление, это образование, это просветление, просвещение для людей, чтобы вы были более счастливы и более богаты, и у вас было больше денежных каких-то возможностей, давайте назовем их возможностей, поэтому прошу вас, каждого из вас сделать сторис с отметками нас с Димой, и если вам интересны списки вот прям базовых книг по теме увеличения вашего дохода с мышлением, то есть самые грандиозные, напишите, я с удовольствием вам их пришлю. Встать и делать, боже, это самое клевое. Огонь! Ну, я желаю вам хорошего дня сегодня, отличной недели, следите за нашими анонсами, и всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok